Под Новосибирском высаживают сосновый бор. 15 тысяч сосен будут расти около поселка Пашино. Восстанавливают лес специалисты горзеленхоза, а помогают им студенты аграрного университета. Александра Медведенко расскажет подробнее. Меч Колесова. Название боевое, но применение у этого оружия вполне мирное. Низ придавливай. Сначала низ. Да, давай. Низ придави. Вот так. И еще раз. А потом пяточкой вот так вот идешь, вот так вот пяточкой раз, и придаем. 10 студентов аграриев сегодня помогают высаживать будущий лес. Такая практика – прямое применение знаний, полученных на лекциях по искусственному лесовосстановлению. Это очень хорошо, когда работаешь руками. Это больше усваиваемость, чем теоретические знания. Ну, теоретические они тоже дают, но практика больше помогает студенту. Что-то новое уже узнал? Ну, да. Новое – это как меч Колеса, туи, сосны и так далее. Каждая хвойная ветка еще два года назад была семечкой. Такие пока еще не деревья, не только дешевле, но и выгоднее высаживать. Они лучше приживаются. А если большую посадить, она же, как говорится, трудно приживется. А маленькие соси еще не приживаются. Или я старик, или вы молодая. Разница есть? Приживаемость у таких двух годовалых сосен высокая – 95%. Через две недели техприемка с уточнением площади высаженного, а в осенью инвентаризация на приживаемость. Приживаемость зависит от многих факторов. Посадочный материал, время посадки, сезон. Бывшее поле за три года станет хвойным лесом. В этом году планируют высадить 15 тысяч таких сеянцев. Лес – дело не быстрое, но перспективное. Для того, чтобы вот из такой двух годовалой веточки выросла вот, к примеру, вот такой высоты сосна, понадобится 7 лет. Александр Медведенко, Денис Савинский. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.